В борьбе с наводнением и его последствиями переоценить любую помощь сложно. Волонтеров чиновники не особо жалуют, называют советчиками. Рядовые же бойцы МЧС считают представителей общественных организаций своими. Если не по ведомству, то по делу точно. Вместе на веслах, на пунктах приема граждан, даже в больнице, рядом с пострадавшими. Сегодня вместе строят дамбу. Волонтеры готовят мешки с землей и песком, попутно забрасывая в прицеп МЧС гуманитарку для тех, кто еще окружен водой. Насколько мы знаем, то что нам нужно по-быстрому поднять за 2 часа 60 метров дамбы, так как передают, вроде на следующие 3 дня будет дожди. И вот на сложном участке нужно как бы страховаться, усилить, чтобы не был приток воды сюда обратно вернуться. Виктор Романов – волонтер со стажем. Прилетел из Калининграда. Опыт в работе с наводнениями большой. В 2013-м работал в Хабаровском и Амурском краях. В 2014-м вел волонтерскую деятельность в Алтайском крае. Сегодня помогает Забайкалью. Первая сложность, прям точно, поселок Заречный. Много брошенных собак, собаки забиваются в кучу, собак никто не кормит. Соответственно, собаки в шоке, собаки озлобленные. Люди возвращаются в места своего раннего проживания до наводнения. Соответственно, возможны случаи нападения собак на детей, на взрослых. Поэтому просьба ко всем жителям, по возможности, кормите одиноких брошенных собак, чтобы не доводить до беды. И второе, это с августа месяца мы начинаем работу по подготовке детей, пострадавших в зоне ЧАЭС, к новому учебному году. Поэтому просьба тоже ко всем горожанам, неравнодушным жителям, по телефону горячей линии, звоните нам, узнавайте, чем вы можете нам помочь. Потому что мы будем обеспечивать детей непосредственно школьной формой и учебниками, театрадиями и школьными принадлежностями. Виктор отметил, сейчас главное наладить плотное взаимодействие со всеми, кто может помочь в ликвидации последствий наводнения. На экране вы видите номер телефона, по которому можно связаться с волонтерскими отрядами в рабочее время. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ